Казахстан в сентябре полностью выполнил свои обязательства по соглашению ОПЕК+. Как сообщают в Министерстве энергетики, среднесуточная добыча в прошлом месяце составляла порядка 1 млн 349 тыс. баррелей. Страны-участницы соглашения решили продлить сроки компенсации до конца текущего года. С нами этим утром наш экономический обозреватель Индира Тегжанова. Итак, Индира, какие прогнозы по ценам на нефть? Арестан, прогнозы неутешительные. На прошлой неделе нефтяные котировки буквально обрушились на фоне новости о заражении коронавирусом Дональда Трампа. Есть и другие причины, о них расскажу прямо сейчас. Ждем. Более чем на 4% упали нефтяные котировки на минувшей неделе после новости о заражении коронавирусом Дональда Трампа. Фьючерсы на марку Brent обрушились ниже 39 долларов за баррель. WTI также снизился почти на 4%. На бирже баррель стоил чуть больше 38 долларов. Помимо известия о болезни президента США, аналитики считают, что давление на нефтяной рынок оказало и увеличение поставок нефти из стран ОПЕК. Авторы телеграм-канала Financial Post сообщают, что производство черного золота в прошлом месяце по сравнению с августом выросло на 160 тысяч баррелей в сутки. Такие объемы обеспечили Ливия и Иран, которых исключили из договоренности о сокращении производства. Вырос в сентябре экспорт сырья, превысив 18 миллионов баррелей ежесуточно. В целом, как отмечают аналитики, картель перестал придерживаться прежней политики удержания цен, и сейчас идет война за долю рынка. В то же время такое наращивание производства на фоне второй волны COVID-19 трейдеры воспринимают как прямую угрозу восстановлению баланса на нефтяном рынке. Тем временем авиапроизводители готовятся к худшему сценарию второй волны коронавируса. 15 тысяч сотрудников по всему миру вынуждены уволить европейский авиаконцерн Airbus из-за возобновления карантинных ограничений. Об этом сообщил главный операционный директор компании Майкл Шолхорн. По его словам, перспективы авиационной отрасли вновь ухудшились из-за роста числа заражений коронавирусом по всему миру. Ситуация складывается еще сложнее, чем прогнозировали в концерне этим летом. Авиакомпании попросту прекратили покупать новые самолеты. Предстоящее сокращение названо минимальным в нынешних реалиях. Есть риски, что авиапроизводитель закроет некоторые предприятия, но, как заверил Шолхорн, немецким производством это не грозит. Страны ЕАЭС продлили беспошлиный ввоз некоторых товаров для борьбы с коронавирусом. Такое решение принял Совет Евразийской экономической комиссии. Тариф на льготы продлевается с 1 октября по 31 марта 2021 года. Из перечня исключили тест-системы, дезинфицирующие средства, бинты, марлю, маски и бахилы. Министр по торговле ЕАЭК Андрей Слепнев отметил, что собственное производство по этим категориям товаров налажено в полном объеме и необходимости в импорте нет. Беспошлино на территорию Союза будут поставлять некоторые компоненты и материалы для производства лекарственных и дезинфицирующих средств, респираторы, защитные очки, резиновые перчатки и аппаратуру, а также боксы и носилки для транспортировки пациентов. Международная платежная система виза обязала банки обеспечить возможность перевода денег с карты на карту по номеру телефона. Новое требование вводится сразу в нескольких странах – Казахстане, России, Белоруссии и Украине. Причем касается это переводов как внутри страны, так и за границу. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу компании. Отмечу, что ранее данный функционал применялся отдельными банками опционально. Ожидается, что к 30 сентября следующего года такой сервис станет максимально доступным для всех держателей карт. Далее наша рубрика «Карта цен». На этот раз мы с коллегами выясняли стоимость килограмма муки в регионах страны. По данным комитета по статистике этот продукт вновь подорожал. В Костанай цены начинаются от 215 тенге. Такая же стоимость муки в Усть-Каменогорске. В Кокшитау 220 тенге. В Уральске 240. На 10 тенге дороже в Нур-Султане. И в Атерау муку продают в среднем за 300 тенге. И в завершение официальный курс на сегодня. Доллар стоит 431 тенге 12 теннов. Евро 500 тенге 27 теннов. И российский рубль 5 тенге 49 теннов. Арстан, это были все деловые новости к данному часу. Спасибо, Индира. Ждем новых новостей. Этим утром с нами была Индира Тихжанова.